Режиссер Алексей Серов верен себе. Конечно, это не мюзикл «Фауст», но музыки здесь будет достаточно. Мы впервые в истории постановок «Мертвых душ» поем знаменитые ливические отступления Гоголя. Мы их поем, причем мы не переделывали их в стихи, мы из прозы сделали номера. И даже в одном месте у нас Канкан под Гоголя. Так что мы веселые, мы же молодежь на театре. А еще в спектакле вновь используются современные технологии. Герои «Мертвых душ» общаются в видеоконференции. Само действие кто-то периодически снимает на смартфон. Постоянно задействован и экран. Отснятое видео – некое продолжение того, что происходит на сцене. В спектакле занята практически вся труппа театра – 32 человека. И молодежь – и зрелые актеры. Главная роль Чичикова – у Александра Пальшина. Я желаю приобрести «Мертвых», которые, впрочем, назначились как живые по реписке сказок. Понять Чичикова было довольно сложно в некоторых вещах, в некоторых его поступках. Он от вас лично принципиально отличается? Ну, наверное, тем, что мировоззрением в первую очередь. Потому что я не из тех людей, которые ищут легкого заработка. Я прекрасно это понимаю, что это довольно сложный процесс. А Чичиков – это тот человек, который хочет быстро, много и особо не вкладывается ни сил, ни эмоций. Режиссер говорит, работая с материалом, по-новой влюбился в Гоголя и в его произведения и постарался влюбить актеров. А вот влюбятся ли зрители – пока вопрос. Спектакль с возрастным цензом 12+, но Серов очень хочет видеть в числе зрителей подростков. А сегодняшние зрители, в числе которых и профессионалы, и родственники, и друзья актеров, дали первую оценку спектаклю. Правда, в первом антракте. Это же замысел режиссера. Он же не кусочек нам хотел показать, а полностью. Поэтому посмотрим, а потом уже будем рассуждать, что же мы увидели на сцене. Пока нам очень интересно. У Гоголя более серьезно все. Классически. А здесь так энергично. Примеры «Мертвых душ» молодежным уже завтра. Режиссер поделился с нами, что некоторые технические средства, которые используются в спектакле, барнаульские зрители еще не видели от слова совсем. А на вопрос, доволен ли постановкой, ответил, что должны быть довольны зрители и актеры. А он всегда будет в поиске, как сделать спектакль еще лучше. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.